Приветствую вас. Я думаю, что понимаю ваши переживания, понимаю ваши сомнения, безусловно. И мне думается, что вопрос половой идентификации, это не тот вопрос, который нужно и можно решать вот примерно так, как это делаете вы. То есть через текст, через вопрос один какой-то, да? Вот. Понимаете? То есть совершенно очевидно, что у вас борются несколько позиции, да? Совершенно очевидно, что вы себя не принимаете. То есть поверьте, дело здесь не в любви к своему телу. Вот именно к телу здесь вообще любовь особо роли не играет. Именно любовь к телу. Если играет роль, если что-то играет роль, то играет роль отношение к себе. То есть вот, ну нравится вам, допустим, девушки, ну влюбляйтесь в девушек, живите с ними, нравится вам мужская одежда. Одевайтесь на мужскую одежду и как бы на здоровье. Вот. А момент другой. Момент другой. Если вам не нравится именно своё тело, да? Если вы считаете, что вы должны быть именно парнем. Вот. То возникает вопрос, а чем вы недовольны? То есть знаете, вот эта вот половая идентификация, она происходит в детстве. В раннем детстве. В отношениях с родителями. И как правило, если человек, вот как вы говорите, да? Что вы не готовы именно на операцию какую-то, да? То есть вы не хотите делать операцию. Вот. Это значит, что вы не настолько чувствуете себя другого пола даже, что готовы что-то менять в себе. Столь радикально и столь кардинально. Вот. Поэтому вполне возможно, что делать здесь не в... не в том совсем, что вы себя чувствуете не так, да? А в том, что в детстве когда-то у вас была травма. Вот. И эта травма сейчас вам мешает жить, скажем так. Вот. Ну, это опять же, это все решаемо. Вот. Это все решается, это все корректируется, это все выясняется. А было бы у вас желательно. На самом деле. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно только определиться со своими средствами, да? Что вы вот готовы, что вы готовы сделать для, допустим, себя. Вот. И готовы ли вы сделать что-то для себя. А мы вам уже поможем. Да? Что это? Вот, я думаю, такая история. И... Обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос, то есть, не формируете свой запрос, да? То есть, чего вы хотите, вот, психолога вы не говорите. Вот. А... История это... достаточно важно. Для того, чтобы мы вам, опять же, смогли помочь. Вот. Поэтому я думаю, примерно, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Если, если хотите подкорректировать свое отношение, отношение к себе, да? То, соответственно, давайте это сделаем, да? Давайте подкорректируем, давайте поработаем. Вот. Ну, а, соответственно, если вы задаете свой вопрос, вот, просто, как бы, праздный, да? И не готовы что-либо делать, ну, в таком случае ответ вас вряд ли устроит, да? То есть, все равно, тут очень многое зависит от вас. От вас самой. Что вы будете, как вы будете действовать тут. Вот. Поэтому, вот, примерно так можно вам ответить на ваши вопросы. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вы, возможно, мучаетесь, вот. Ну, мучаетесь вы, опять же, от чего, да? То есть, подумайте, вот, что это за переживание. То есть, какого это плана у вас переживание. На мой взгляд, это, мне кажется, больше какие-то моральные переживания, да? Вот. С другой стороны, если дело чисто в физиологии, чтобы чувствовать себя мужчиной, не хотите быть мужчиной, то, опять же, просто спросите себя до, до какого момента вы готовы дойти? Вот. До какого аспекта вы, как, как далеко вы готовы зайти? Понимаете? Вот. То есть, если, если вы готовы дойти достаточно далеко, вот. Ну, возможно, имеет смысл и операцию сделать. Вот. А если не готовы, то, сделайте, сделайте то, что, кто к чему готовы. Вот. Главное, не ломайте себя. Понимаете, вот сейчас вы, так или иначе, себя подавляете в страну. Так или иначе, сейчас вы себя как-то принижаете. Что-то не есть хорошо. Поэтому, мои рекомендации будут вам такие. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...